И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, сегодня записываем новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору обновленной рельсы в нашей вместе с вами игре. Я нашел с помощью моих замечательных подписчиков одну очень жесткую рельсу. После обновления рельса с киперпространственными снарядами начала выдавать какие-то безумнейшие вещи. И сегодня мы это все дело попробуем продемонстрировать, поиграть вместе с вами. Не знаю, наверное, сыграем мы только одну катку. Играл я на паладина рельсе, и она показывала себя просто великолепно с дроном Кризис, но хочу сегодня на видеоролик протестировать все-таки викинга рельсу. Оденем мы иммунитет от Эмми, ну и будем все это дело тестировать с дроном Кризис. Кризис максимально жестко подходит под эту рельсу за счет того, что вы в момент, пока не наносите урон, играете на броне. В момент, когда накидываете урон, переключаетесь на ДДшку и опять, короче, комбинируете, играете с ДДшкой и ДАшкой. И в тот момент, когда вы стреливаете, то есть у вас получается очень большой урон. А когда у вас рельса на перезарядке, вы просто на броне сейвитесь от получения большого количества урона. То есть этот Кризис окупается очень жестко. И если не использовать его, то можно, конечно, использовать, например, условный бустерочек. Но Кризис в этом плане на этой рельсе показывает себя намного круче и жестче. По форматам, где эта рельса себя очень круто показывает, это режим осада. Но я думаю, что также эта рельса будет актуальна на условных контролях точек. И поэтому давайте мы, наверное, сегодня протестируем именно этот режим на видеоролике. Все-таки, как работает эта рельса на осаде, я показывал уже на стримах. И покажу еще не раз, а вот что у нас будет происходить в контроле точек с этой рельсой, я, к сожалению, не знаю. В целом, по рельсе, что могу сказать, пушку апнули, апнули урон и апнули критический урон. С этим устройством гиперпространственными снарядами у вас критического урона нету. Но зато у вас каждый следующий танк при простреле наносится Х2 урон. И плюс с тем моментом, то что у вас повысили урон на самой пушке, начинает вылетать безумнейшие цифры. И сейчас вы эти цифры сами увидите. Ну и за счет, конечно же, кризиса в такой катке мне будет очень комфортно быстро доезжать до определенных точек. Ну и закинул нас на Дюссельдорф. Дюссельдорф, я считаю, что для такой рельсы это очень и очень хорошая карта. И попробую сейчас даже уже сразу же первый прострел какой-нибудь интересный дать. Если смогу доехать до вражеских респов и дать какую-нибудь интересную сквозную рельсу. Вот, например, сейчас через этого молодого человека дадим прострельчик по первому троечку, по второму уже сколько? 11 тысяч урона вылетает. Ну и вы понимаете, что это через один танк 11 тысяч. Через два танка уже по этому типу будет залетать больше двадцатки. Через три там уже может и 50, и 60, и, короче, безумно большие цифры урона. Единственное, что будет вас спасать против такой рельсы, это спасатель. Да, все остальное уже через один танк, через один танк, средний танк уходит на ваншот. Через два танка любой тяжелый танк 100% даже срезом будет ваншот. То есть это настолько жесткая рельса, ну и вы понимаете, что вы можете даблить, шашлычить очень-очень большое количество танков. Главное, конечно же, искать эту замечательную сквозную. Можно играть через тиммейтов, можно играть через противников, но через тиммейтов это окупается еще сильнее за счет того, что вы сразу же по первому уже противнику наносите урон, который ваншотает его. Сейчас было 11 тысяч по противнику. И это все дело с кризисом, с бустером будет чуть поменьше урона, но кризис, конечно, в этом плане работает очень жестко. Тройка по первому, семерка по второму оппоненту. Ну и это не предел, это только через два танка урон. 40 тысяч залетает по танку, просто 40 тысяч. Вот сейчас еще одну. Хорошо, по первому троечку, по второму уже пятерочка залетает, хотя там у него хп, я думаю, что было около двух тысяч. То есть, ну это жесточайшие ваншоты и это полноценное возвращение рельсы в нашу игру. Каждому советую потестить эту рельсу, поиграть на ней и я думаю, что вы кайфанете от нее. То есть, если у вас нет кризиса, это не беда. Спокойнейшим образом используйте бустера и наваливаете. Тридцатку урона. Посмотрим, сколько вообще максимальный урон у нас сегодня сможет вылететь за этот видеоролик. Пока что это почти 30 тысяч урона. Ну и сейчас еще можно будет попробовать за счет викинга овердрайва тоже подамажить по противнику. Там, наверное, цифры, как начнут залетать, будет вообще очень и очень жестко. Так, у нас, скорее всего, здесь все идет к досрочке. Юзаем овер прямо сразу на дистанции. Не знаю, насколько это актуально было. Ой-ой-ой, нет, это было плохо, если честно. Еще и шар залетел. Одну рельсу я успел дать. Сквозную два танка улетело и у нас уже пятнашка киллов. Пятнашка, просто пятнашка. Легчайшая на дюсике пятнашечка киллов. Конечно, самое эффективное было бы сейчас стоять на респе у противника, так как они особо не едут вперед. А вот если бы они ехали бы на точки и боролись, например, с нашими тиммейтами, то можно было бы очень жестко выдавать сквозные выстрелы. И это работало бы очень и очень эффективно. Я уже чуть-чуть, конечно, подпривык к ревесе на стриме. У меня вообще ничего практически не получалось попадать. Я еще играл на паладине. Там моментами потяжелее попасть по противнику из-за стрейфов. Но за счет этих стрейфов можно также и уходить от противника, чтобы по вам не попали. Но на викинге более комфортно, более привычно. Это все дело у нас работает. Ну и, к сожалению, у нас будет в этой катке досрочка. Ну, а может даже и к лучшему. Скатаем еще один режимчик. И попробуем как раз-таки осадочку. Посмотрим, что у нас в осаде получится с этой рюсой. Может у нас получится попасть в очень хороший бой. И сделать бомбический результат. Ну и здесь, конечно, сквозные. Я ловлю чисто из противников. Через тиммейтов особо ничего у нас, к сожалению, не залетает. А если бы летела бы еще бы через тиммейтов плюс противников, то могло бы получаться очень-очень-очень не кисленько. Там два противника вдалеке были на сквозной. Ох! 22 по последнему залетела. Красиво. Красиво. Но здесь линия, конечно, на Дюссельдорфе может быть очень крутая. Прям очень крутая. Единственная проблема, конечно, это нулевой урон. Из-за этого нулевого урона моментами у вас не залетает супер много. Но, в принципе, наверное, это не такая большая проблема. Так, попробуем сейчас еще вот здесь чуть-чуть пострелять. Успею чуть-чуть пару рельс еще выдать. Хорошо. Супер. Залетело еще парочку. 30 килов у нас есть за 5 минут. Я считаю, что это очень хороший результат. Аптечку прожимаем. Также у нас новая аптечечка. Шафт в прицеле. Кого-то там выцеливает. Ой-ой-ой, как плохо, что я сейчас по нему не попал. А если бы попал, ух, как не кисло бы ему бы залетело бы. Артурчик-маргаранчик. Ай-яй-яй. И все-таки мне прилетело. 33 киллочка. 33 киллочка. За 6 минут. И это значит, что за такую катку я мог дать, ну, где-то около 70 киллов. Просто на безумнейшем большой карте. Для такой карты набить 50-ку это уже достижение. А набить 30-ку за 6 минут, я считаю, что это суперкрутой бомбический результат. Поэтому мы пикаем в осаду. Ну, и посмотрим, что у нас там получится. Посмотрим, насколько жестко удастся нам пострелять. Если запикает... О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Сейчас ребятки закатывали вперед, а мы уже работали на прострельчиках. Можно и от тиммейтов давать эти прострелы шикарнейшие. Вот так вот. Если бы еще тиммейты бы не помирали, было бы вообще идеально. Против уже тоже много игроков играют на рельсах. Но я не знаю, что у них там по устройствам. Нет, ни одной рельсы на прострел у нас нет. И это пока что для меня еще, ну, наверное, не удивление. Но совсем скоро, я думаю, что многие игроки узнают об этой рельсе и начнут с нею играть. Ведь выдавать такие огромнейшие уроны, ну, к сожалению, наверное, ни на одной пушке в игре вы на данный период времени не сможете. Но для этого тоже нужно довольно аккуратно, грамотно и качественно отыгрывать. Вот сейчас я, например, еду вперед. Это, ну, наверное, вообще не стоит делать. Лучше всегда играть за своими тиммейтами и уже накидывать урончик. Да, то есть, даете накидочку через тиммейтов, противник пушит на точку, пытается забрать, и вы там начинаете уже накидывать, накидывать сквозные, сквозные, сквозные. Еще бы противник бы выкатывался в эти точки, было бы вообще шикарно. Ну и, что касаемо резиста, резист не спасает от слова совсем. Да, то есть, если вы стреляете через тиммейтов, либо даете сквозные, то все те танки, которые летят через сквозные, все, вернее, те рельсы, которые летят через сквозные, они практически на 100% ваншотные. Да, то есть, у противника нет возможности даже засейвиться и выжить. Но пока в этой карте, к сожалению, у нас ничего сверх крутого не получается. Противник особо под даблы не становится, ну и сам на точку тоже не едет. Здесь все самое интересное начинает работать в тот самый момент, когда противник начинает выкатывать в точку и тиммейты выкатывают в точку. То есть, вот когда такая ситуация происходит, тогда летит безумно большое количество урона. Пока противника нету, конечно, у вас возможности такой прям сверх жесткой на сквозных, но нет. Да, поэтому надо, чтобы все работало очень качественно и со стороны ваших тиммейтов и со стороны противника. И тогда у вас будет уже вот эта вот замечательная возможность. Вот, блин, хотел сказать, так даблить и противник, к сожалению, умер. Так, у нас еще и новые легенды. Ничего себе на видосе. 256-ю легендочку уже получили. Красиво, 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 красиво. Я, конечно, порадовался сначала карте, что у нас закинуло на пустыню, а сейчас... Сейчас как-то даже, если честно, немножко грустновато, потому что на сквозные не едут противники. Они все стоят за стенками, то есть они не играют на точку. А здесь как раз-таки все начинает работать только в тот момент, когда противник заинтересован в захвате точки. Заинтересован в своей победе, и тогда он начинает очень сильно пучковаться. Тогда у вас и появляется эта возможность большого наноса урончика. Ну, может, еще что-то поменяется. Может, какого-нибудь противника более серьезного подкинет, который будет на эти даблы у нас становиться. 17 киллов у меня пока что. В принципе, это уже неплохой результат. Но я думаю, что и на другом вооружении эти 17 киллов я бы в такой катке мог бы набить. Потому что против очень много легких танков. 25 тысяч только что залетело у нас по оппоненту. Это, конечно, круто. Аптечки у меня, к сожалению, нет. О, закинуло против 2 рельсовода! 2 рельсовода закинуло! Ух! Ну, это, конечно, тоже жестко. И я так понимаю, что они оба тоже играют на викорельсах. Да, то есть это тоже викорельщики, которые будут пытаться тоже даблить. Ну, мета начинается, так сказать. Все потихонечку уже начинают о ней узнавать. И я думаю, что этих рельсов будет еще намного больше в нашей игре. По корпусам я бы использовал либо викинг с этой рельсой, либо паладин. Вот сейчас противник еще играет на Крусейдере. Но Крусейдер типа такое. На стрейфах может быть неплохо. Да, есть какой-то дополнительный интерес, наверное, с этой рельсой. Но паладинчик с точки зрения командного саппорта даст вам больше, 100%. И викинг за счет овердрайва тоже на прожатиях может дать очень-очень некислый урончик. Поэтому он тоже будет работать. Поэтому я бы, на ваше мнение, останавливался на викинге, либо на паладине. Но любой ховертанк при грамотной игре даст вам возможность уходить от урона от противника. И плюс даст возможность самой крутой, большой, грамотной накидочки. Поэтому здесь чисто в теории вы можете юзать все возможные средние, ой, средние говорю, ховертанки. Так, ну у нас остается 7 минут до конца. 23 киллочка уже есть. Противник, к сожалению, не блещет заходами на точку. Не выполняет той самой функции. Я сейчас, конечно, даблик неплохой оформил. Ну а тут уже через тиммейта одного всего лишь зарядил. Можно сейчас попробовать прожать овердрайв. Как-нибудь реализовать. Те два же, два типа, которые вон присоединились, набили по 9 киллов. Но они стоят, видите, очень пассивно. Они не едут на точку, они как раз-таки ищут эти сквозные и играют на киллы. Но их игра на киллы тоже нужно понимать, что она направлена исключительно на свои очки. То есть они не играют на команду. В моем понимании нужно еще и пытаться помогать тиммейтам и забирать точку. А здесь ребята чисто зашли покидать урончик и понаваливать на свои сквозные. То есть он там чел вообще сейвится за последней стенкой и просто пытается доблить. У нас тиммейты более грамотно играют на саму точку. Это, конечно, не может не радовать. Но и не дает возможности мне давать безумно большое количество урона. Я сейчас хочу вообще заехать как-нибудь к ним на базу по-хорошему и попробовать с респа поражать овердрайв. Но у меня пока что, если честно, особо это не получается сделать. Постоянно какой-то хоппер попадается, постоянно рейса какая-то еще залетает дополнительная. Ну и наши тиммейты спокойно точки захватывают и контролируют. Может быть, конечно, лучше и не кататься, так как я катаюсь по карте. А лучше просто стоять на одном месте и искать вот эту самую замечательную сквозную. Вот, например, где-то здесь, например, за стеночкой. Просто так чисто на пассиве стоишь и просто ищешь сквозную. Но мне все-таки хочется как-то подвигаться, а не просто пассивно постоять на одном месте. Ну и опять хорошая сквозная залетает со стороны противника. 16 килов у одного и 15 у второго. Нормально они идут? Красиво? Стоят чисто типочки. Ловят сквозные рельсы. По красоте. Ух, как у нас тиммейты. Вот если бы я сейчас против бы оказался, я бы так же, как и они, наверное, смог бы покайфарить. Там рельса нанесла сейчас тройную, красивую. Но урон, конечно, будет бомбический. Так, надо попробовать сейчас прожать уже овердрайв, а то я очень долго с ним катаюсь. Давайте прожмем. Попробуем слить. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне хоппер топит. Ну вот, видите, я 40 лет катался с овердрайвом викинга и по итогу его так и не сумел супер жестко реализовать. Противничек поедет на точку. Два типа стоит. Ах, не залетела сквозная, к сожалению. Хотя там ее можно было по красоте оформить. И тут мне еще папирочек мешается. Сквозная по второму не залетела. То есть здесь все зависит в какой-то степени тоже и от противника. Да, то есть важно, чтобы противник ехал на точку, чтобы он открывался под нее. Тогда у вас и будет открываться возможность вот этих вот безумнейших сквозных выстрелов. Теперь один ведем. Скорее всего противник уже, ну даже если сильно захочет, не сможет камбэкнуть. Такую катку. Ну и там конечно хоперочек, ой не хоперочек, русейдер неплохо стрейфит и уходит как раз таки от этих самых замечательных рельсов. Полторушку всунул. Васпик откроется. Нет, не открывается. Без сквозных. Ну здесь такая уже, видите, кемперская игра. То есть мы в осаду попали, но игра довольно таки пассивная, аккуратная. Что с нашей команды, типы на рельсах стоят за стенками, что... Ну даже у нас нет ни одной такой рельсы с прострелом. Там просто дико рельсы отыграет, не знаю с чем, с дестабилизацией наверное. Не знаю с чем, с дестабилизацией наверное. Не оба еще с чем-то у противника. Три рельсы, три типа стоят четко на накидку урончика. Ну и сами стараются как раз таки на эти сквозные не лезть. Но если вам удается запикаться в катку, где противник летит на эту точку, то там происходит такая ситуация, как на дюсике. У вас просто начинают залетать постоянные сквозные, постоянные двойные, тройные. Можно даже и там четверную какую-нибудь залепить. Так, давайте сейчас попробуем кстати выдать. Может что-то получится интересное. Ай, тоже по одному танку. Не подставляются особо типочки. Ух, еще и у меня рельса улетела. И к слову, к гиберспространственным снарядам сделали так, что нет у нее отдачи. Если вы попадаете по своему, например, тиммейту, либо стреляете через него, то вы ему не сбиваете прицел. Вы ему не сбиваете прицел. И также вы не сбиваете прицел, если накидываете по противнику. Да, то есть, а любая другая рельса, которая там с устройством, например, вот с поджогом, она как раз таки имеет возможность сбить вам траекторию и унести вас в той ситуации, когда вам этого особо сильно не хочется. Так, а я сейчас как раз таки давайте попробую заехать через флангулечку. Овердрайв у меня есть, красивый, замечательный. Давайте попробуем его зарядить. Не знаю, может что-то получится. Если честно, особо ничего, к сожалению, не получилось. 2 кила. Ну, с каткой чутка-чутка, конечно, не повезло. Хотя пустыня безумнейшая крутая карта на вот эти вот прострелы. Вот, кстати, тот тип, который против залетел, он сумел в этой катке 30-ку килов дать. 30-ку. Хотя он загружался в эту катку намного позднее, чем я. То есть, если бы у нас, вернее, у противника были бы такие же тиммейты, как у нас, может и у меня бы получилось бы здесь набить намного больше килов. Ну и игра здесь, конечно, с этой рельсой тоже должна быть более пассивная. Ты должен просто стоять, грубо говоря, ну, на какой-нибудь таком удачном споте за стеночкой и просто выпикиваться и наносить урон по оппоненту. А не стараться кататься там по всей карте, да, то есть там менять какие-то траектории. Твоя задача четко от позиции давать сквозные выстрелы. И тогда, я думаю, что даже под сотку килов можно будет набить с этой рельсой за одну катку. Ну, как-то так. Пишите, друзья, что вы думаете по поводу этой рельсы. Пишите, что вы думаете вообще по поводу обновления с рельсой. Рады ли вы тому, что рельсу начали возвращать в баланс? Если не играли на этой рельсе, то мой вам совет, потестируйте. Попробуйте выдать максимальное количество урона. И можете написать, кстати, в комментариях, сколько вы максимум с этой рельсы выдавали. И у меня сегодня, если не ошибаюсь, около 60 тысяч залетало. Около 60 тысяч. Но тут можно и миллионы выдавать. То есть, если ловить восьмерную какую-нибудь сквозную, либо еще больше. Но тут все уже зависит от ваших возможностей. И главное, чтобы рельса тоже залетала сквозная. А то бывает такое, что происходит какой-то баг, лаг или еще что-то. Вы как бы даете сквозную, но она не считается за сквозную. И дается просто как обычный выстрел. Это тоже немножко печально. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег мой создателя контента. Который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег это тег TeamP. И если вы оформляете покупочку в магазине за реальные деньги. Вы, соответственно, поддерживаете меня. И имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч тонкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Поэтому если вам интересно, переходите, читайте, заполняйте форму и участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем-все-все за просмотр. Всем удачи и всем пока.